Приветствую вас! И конечно, ситуацию, которую вы описали, можно назвать сложно. Но, тем не менее, есть некоторые моменты, некоторые элементы, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Это сначала, наверное, скажем про вас, потом немножечко про него. Вот вы начинаете встречаться с мужчиной, встречаетесь с ним, я имею ввиду, знакомитесь в первый раз, видите его, он кажется вам очень занудным, он, в общем, скучен вам, но, когда вы целуетесь, как я понял, на первом свидании это было, то вас как-то вот накрывает, а вы чувствуете страсть. Значит, то, что вы сказали, это то, что вас объединяет секс, смешилки, правда. Теперь, правду можно вычеркнуть, потому что он вас обманывал, и поскольку, ну, вы для него не верны, если вы первая женщина, то зачем ему прекращать обман, зачем ему переставать в обманах. Вы, вот, как бы отношения, это всегда двое людей, работают двоих человек. И надо сказать, что прежде чем спрашивать себя, стоит ли жить с таким мужчиной или нет, надо прежде всего осознавать вот ту часть ответственности, которая лежит на вас за то, что произошло. Конечно, многого вы не знаете, многого вы не осознаете. Например, того факта, что мужчина является по типу личности и стероидом. То есть, ему постоянно нужно, пониманно, ему постоянно нужно, собственно говоря, проявление женской симпатии и так далее. И при всем при этом, он не имеет своего Я, он как бы замещает это. И связано это, конечно, с детством. Связано это, конечно, с его проблемами. Но вы, вот, наверное, в глубине души всегда понимали, что мужчина, который свою женщину любит, уважает, ценит, он не будет вверх сказывать. А вот, ты знаешь, дорогая, вот сегодня, там, я отказал другой женщине. Сегодня я, там, отказался, как будто хвалится перед вами. Хочу, чтобы вы восхищались им. И, по сути, это проявление того самого типа личности, стероидом. Значит, вы, безусловно, не виноваты. Вы верили ему, верили в тот, кто говорит правду. Но сейчас, когда вы уже знаете, что он вас обманывал, и вы видите, как он себя ведет, вы ответьте себе на вопрос. Вот он, вот, его поведение можно назвать уважительно? Нет. Если человека не уважаешь, значит, его не любишь, и, соответственно, какие тут могут быть отношения, какая тут может быть ответственность, что тут может быть взаимного в отношениях, и какое, собственно говоря, будущее может быть у такой семьи. И, надо понимать, что у мужчины, вероятнее всего, любовь, вот как таковая любовь, была одна, это, собственно, та самая роковая девочка Орека, о которой он вам все время рассказывал. И после, как таковой, любви уже не было. Была попытка замещения, замещения, переноса. И, соответственно, он с вами и со всеми другими девушками реализует вот это вот, вот эти вот незастоящее отношение с Ольгой. И вы, к сожалению, и другие девушки нужны ему для того, чтобы как бы Ольге показать, что вот я такой хороший, я такой вот достойный, я мужчина, я могу, я вас требую. Говорить о том, что у мужчины есть серьезные проблемы с психическим здоровьем, думаю, излишне, потому что это и так понятно. Самодостаточный человек, уважающий себя, не будет перенимать поведение других людей, своих женщин. И раз такое происходит, значит у него есть серьезные комплексы. А вы, в принципе, всегда это знаете. И нужно, по сути дела, у вас есть два пути решения этих склад. Вы же его, этому, своего мужчину за что-то любите. Вы же его цените. И либо вы принимаете тот факт, что у него есть определенные проблемы. И все, что он говорит, все, что он делает, воспринимаете как следствие этих проблем. То есть он может быть и рад быть к вам относиться хорошо в другом, так как вы того заслуживаете. Но его проблемы, его особенности индивидуальные, его психические аномалии не дают для этого возможности. И если вы перестанете воспринимать его поведение как поведение свободного в плане воли человека, то есть вот когда можно говорить о том, что измена есть свободная в лизе и в лизе. То есть человек захотел изменить, он изменил. Он пошел и он это сделал. Здесь ситуация не такая. Здесь мужчине нужно быть другими женщинами, чтобы как бы купировать, компенсировать свои проблемы. И вы либо принимаете вот этот факт как своего рода факт лечения, что если мы здесь в нем будем допустим только с вами, он у нас пойдет депрессия, он перестанет чувствовать себя востребованным и так далее. То есть вы поднимаетесь как бы сознательно над личными отношениями вашими, смотрите на это как, значит, не как жена, не как девушка его, а как человек. Смотрите на этого мужчину, понимаете, что он не здоров психически, и воспринимаете данную особенность как следствие этой болезни. Как любую болезнь, поведение человека, продиктованное этой самой болезнью, воспринимать адекватно, серьезно нельзя. Это болезнь, это нормально. По сути это офис, человек не всегда до конца осознает даже, что он делает и для чего. Мужчина заостряет на этом, понимаете, на вас, на вашей фигуре и так далее. Все это он делает, почему? Потому что он хочет вас выявить в себя, он хочет самоутвердиться. Почему он хочет самоутвердиться? Потому что его унизили когда-то и видел его та самая девочка. Сейчас он хочет это как бы комментировать. Понятно, что у него не получится этого сделать. Понятно, что этот путь ведет никуда. Но он этого хочет. И именно этим продиктовано его поведение. Вам необходимо понять причину, почему он так делает. И перестать воспринимать и его слова, и поведение на свой счет. Это поведение не уважающего себя мужчины, не осознающего себя мужчины, не мужчины как такового. То есть, сильно. Это поведение для человека больного. Это поведение для человека, страдавшего страхами, фобиями, сомнениями. Это поведение для человека, у которого, как бы сказать, неестественное отклонение личности стало аномарным. И значит, вы здесь совершенно ни при чем. Второй путь, он классический. Если вы не сможете принимать поведение мужчины именно так, то вам просто нужно вести себя в соответствующем образом. То есть, я тебе не нравлюсь, ты считаешь меня некрасивый, ты здравствуешь меня с другими, прости, я этого всего не достойно, я не хочу, чтобы это так было, я от тебя ухожу. И уйдите от него. Бутин отознает потерю вас. И если вы выберете вот этот вариант, то есть, классический, то есть, вы займете позицию, как бы, воспринимающей девушке всерьез своего парня. Тогда соответственно и ответственность будет накладываться на него такая же. То есть, ему данной ситуации нужно будет поступить, как поступит мужчина. Либо начать вас завоевывать, то есть понимать, что он вас потерял, понять, что он может вас потерять, и начать завоевывать. Либо, если чувствует, что у него к вам нет, то начать оскорблять и, по сути дела, разрушить семью. Понимаете, счастливы вы можете быть в гармонии с самой собой только в том случае, если правильно будете оценивать его поведение. Или если дадите ему понять, что вы не будете мириться с его проявлением, с его отношением. Если вы выбираете первый путь, путь основания проблемы, соответственно, это свои проблемы мужчина также, ну, должен основать. То есть вы стараетесь ему последовательно донести, дорогой, у тебя есть проблемы. Эту проблему тебе нужно решать психологом, психиатром, как-то еще. Если мужчина этого не осознает, то, соответственно, вам уже дадо предстоит сделать выбор, желаете вы мириться с этим или нет. То есть просто объективно. Хотите вы жить с больным человеком или нет? Если хотите, то ваше право. Если не хотите, то, соответственно, опять тоже ваше право. То есть мужчина не хочет ничего менять, и вы тоже. А вы имеете право поступать так, как вам ликтуют ваше сердце и интуиция. И все. Если вы выбираете второй вариант, то здесь, соответственно, как бы имеются схожие моменты. Почему? Потому что, если вы ставите мужчину перед фактом, либо ты меняешь отношение ко мне и показываешь мне, что ты действительно меня любишь, либо я ухожу. То есть мужчина должен быть готовым к возможному худшему варианту развития событий, то есть к тому, что он нашли от вас обвиняют. И то, в том, что вот эта вот победа его, когда он говорит, что я все могу благодаря вам, она всплучит ему голову и лишит его адекватного восприятия мира. То есть вам нужно быть готовым к тому, чтобы мужчина потребует время для осознания, кто он, и осознания своих искренних чувств к вам. Готовы вы это время ждать? Опять-таки зависит исключительно от вас. И, если можно сказать, однозначно, это то, что ситуация, при которой постоянное давление испытывает ваша самооценка гордости, ваше нервное состояние и психическое здоровье, так же дети испытывают постоянный стресс в связи с вашими скандалами и конфликтами. Вот эта ситуация нужна решать. Если вы не сможете рядом с ним начать спокойно себя вести и правильно, адекватно воспринимать все то, что с ним происходит, то нужно уходить. Потому что вы вредите не только себе, но вредите еще и детям. Дети будут иметь серьезные последствия своим психическим здоровьем, возможно, даже физическим тоже. Я не думаю, что вы хотели бы для них этого, поэтому нужно взорваться и их защищать. То есть, принять решение хотя бы ради них. И на этом, наверное, можно закончить. Потому что основное я вам сказал. Вы прекрасно осознаете себя, вы знаете, кто вы, чего вы стоите, вы понимаете, что вы достойны большего. Вопрос в том, ради чего вы сейчас терпите, ссоритесь и скандалите. Ради чего? Вы верите в то, что мужчина вот так вот сам изменится, у меня есть какого-то давления со стороны, без помощи со стороны. Если вы в то верите, то вам, наверное, как бы аргументы достаточно сильные для этого, чтобы можно было на них опереться. Пока эти аргументы, соответственно, не вы не имеете, соответственно, мы не увидим. В общем, безуме нет этих аргументов. И непонятно, наверное, для чего вы все это терпите. Ради чего вы держите за мужчину. А развить на этот момент тоже нужно осмыслить. Ради чего? Когда будет понятно, ради чего, можно уже будет приступать к реализации либо первого, либо второго варианта решения проблем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Продолжение следует...